Засчета включена. Есть режим. Понял. Включу об этом режим. Идет испытание системы дозаправки топлива для самолетов. 20-метровый шланг с мишенью стремится к топливному приемнику. Есть контакт. Всем стоп. Небесную заправку придумали и испытали в научно-производственном предприятии «Звезда». За 60 лет здесь разработали огромное количество космических и авиационных шедевров. Первый полет Гагарина. Там же и система приземления «Звезда» делала. Все им говорят о скафандре. На самом деле катапультное кресло, это по сути его рабочее место, сделала звезда. Для Леонова не только скафандр был сделан, но и шлюзовая камера. Здесь разрабатывают и испытывают средства спасения для летчиков. Катапультные кресла и парашютные системы. В свое время в НПП «Звезда» изобрели полетный скафандр «Сокол» и скафандр для выхода в открытый космос «Орлан». Так, ну что, залезаем? Все, лежит, все пишет, пишет. Так, ну что, можно дверь закрыть. Инженеры «Звезды» первыми придумали мягкие скафандры с жесткой керасой для защиты космонавтов от радиации. Поехали. Посильнее ты можешь надавить? Отливка ложемента. Точность миллиметровая. Действовать надо быстро, пока не застынет гипс. Будто врачи, инженеры изучают антропометрические данные космонавта и создают спасательную капсулу. Без нее вернуться на Землю невредимым невозможно. Мы не стоим на месте. Значит, в настоящее время мы разработали, и у нас успешно проходит испытание, агрегат заправки примитивно к корабельной машине МИГ-29К. Он уже совершил больше 30 полетов, то есть, по сути, завершены его летные испытания. В перспеки его мы смотрим, поскольку появляются вот свернолетоносцы, а там тоже появится задача подозаправки. Эргономика, защита космонавтов и летчиков – здесь классика жанра. Вся технология играет на главное – спасти и сохранить тех, для кого риск – дело жизни.